Новый бюджет в новую эпоху. Губернатор Ненинского округа готовит послание собранию депутатов. Курс на снижение. Администрация региона приняла решение выделять субсидии на востребованные авиамаршруты. Партнерская помощь на социальные проекты. Росвет Петра направит 30 миллионов рублей на строительство детского сада на 220 мест. С главными событиями к этому часу студии Иван Никонов. Игорь Кошин выступит с бюджетным посланием к собранию депутатов Ненинского округа. В своем докладе глава региона обозначит основные направления бюджетной политики и действия региональной власти в эпоху новой реальности. Выступление состоится в рамках последней летней сессии. Собрание 30 июня. В послании глава региона обозначит приоритеты при формировании бюджетов текущего и последующего годов. Также губернатор расскажет о действиях власти по решению сложных социальных и инфраструктурных вопросов, новых способах организации обратной связи с населением. Современные экономические условия требуют иметь дальновидность и принимать порой непопулярные решения, говорит Игорь Кошин. При этом важно, чтобы каждый житель округа понимал мотивы этих решений и имел возможность активно участвовать в их принятии. Напомним, летняя сессия собраний депутатов состоится 30 июня. Телеканал «Север» проведет прямую трансляцию сессии в эфире телеканала и на сайте. Начало в 10 часов. Летать из Наринмара станет дешевле. В целях оптимизации бюджетных средств был определен специальный тариф на востребованные маршруты. Бюджет округа понесет дополнительные расходы в размере более 2 миллионов 700 тысяч рублей. Об этом речь шла на очередном заседании администрации округа. Льготный тариф на перелет решено установить на самых востребованных у жителей округа маршрутах. Наринмар-Архангельск, Наринмар-Амдерма, Архангельск-Амдерма и в обратном направлении. Вместо нынешних 9 тысяч рублей пассажир заплатит только 5. 4 компенсирует авиакомпания окружной бюджет. Купить билет по специальному тарифу смогут определенные категории граждан. Дети в 18 лет, а также дети, достигшие 18-летнего возраста, на обучающиеся общих образовательных учреждениях, основного, общего и среднего образования. Также на детей от 23 лет, обучающиеся в помощной форме обучения на больших учебных заведениях. Также на женщин после 50 лет, на женщин после 55. Также предложено ввести специальный тариф по маршруту Наринмар-Усинск. Данный маршрут был организован по поручению губернатора округа для доставки безработных на месторождение. Сейчас по установленному тарифу стоимость билета составляет 12 520 рублей. С учетом субсидий стоимость билета будет составлять 5 900 рублей. По специальному тарифу квота будет распространяться на 7 мест. В настоящее время перевозку пассажиров по данному маршруту осуществляет Наринмарский объединенный авиаотряд. Самолеты летают один раз в неделю по пятницам. С учетом субсидий количество рейсов может быть увеличено. Также на заседании рассмотрели вопрос о приобретении приборов для усиления безопасности населения во время проведения выборов. Закупку 31-го ручного металлодетектора понадобится порядка 450 тысяч рублей. Это обращение по УВД и избиркома для того, чтобы обеспечить все участки выработки на металлодетектор. Это такая вот ситуация. В любом случае они сейчас пойдут в бюджет, но оттверждены. Оптимизация расходов коснулась и сфера управления культурой. В государственную программу Ненецкого округа развития культуры и туризма внесены изменения. Объем финансирования программы будет снижена 21 млн 449 тысяч рублей. Елена Семеновичева, Антон Водряков, Телеканал Север. Опыт Ненецкого округа может пригодиться другим регионам. Об этом рассказали представители Ассамблеи народов России и Федерального агентства по делам национальностей на встрече с губернатором региона. Темой встречи стал год народного единства в Ненецком округе и стратегия государственной национальной политики. Аналогичный документ Совет по национальной политике города Москвы принял только в июне этого года, в то время как в Ненецком округе он существует с февраля. Эксперты Игорь Круговых и Александр Нинашев высоко оценили качество документа и необходимость его принятия в национальном регионе. Также стороны обсудили открытие отделения Ассамблеи народов России на базе этнокультурного центра округа. По мнению экспертов, планомерная совместная работа поможет не только обмениваться опытом, но и вооружить округ современным инструментарием. Мы подпишем более широкое соглашение между Ассамблеей народов России и администрацией Ненецко-автономного округа. Такие, как говорил, соглашения у нас есть уже со многими субъектами. И вот в рамках вот этого соглашения мы и откроем как раз и отделение, значит, здесь, Ассамблеи народов России. Далее мы будем содействовать, значит, информированию, передаче информации суда с федерального уровня и наоборот. Мы будем поднимать всю тематику, которая есть здесь и знакомить с ней опять на федеральном уровне. В заключении встречи эксперты по делам национальности высоко оценили идею проведения Года народного единства в округе. Проведенные в регионе мероприятия и реализованные проекты могут послужить примером и для других регионов. Узнать все о детском отдыхе можно по телефону горячей линии. Отделение социальной защиты населения организовало телефонную линию для родителей, дети которых отдыхают в летних лагерях. Навигация 2016. Окружная полиция запустила профилактическую акцию по досмотру прибывающих по реке автомобилей. Продолжение партнерских отношений. Администрация округа и представители совместной компании «Русвет Петра» обсудили ход строительства детского сада по улице Авиаторов. В рамках подписанного протокола к соглашению о сотрудничестве компания выделит 30 миллионов рублей на строительство социально значимого объекта. О ходе реализации социально значимого проекта стороны говорили на заседании Координационного комитета по вопросу реализации протокола. Строительство детского сада на 220 мест по улице Авиаторов началось в декабре 2015 года, когда был подписан контракт с подрядчиком. По итогам проведенных торгов им стала компания «Строительно-монтажное управление» из города Краснодара. Государственным заказчиком объекта выступил централизованный стройзаказчик. «Общий объем финансирования цена контракта 320 миллионов рублей. Также мы предполагаем о том, что на 2016 год мы получим федеральное финансирование на строительство данного объекта в размере 73 миллионов рублей. Соответственно, предлагаем компанию «Росвит Петра» в соответствии с протоколом рассмотреть возможность максимально возможных коротких сроков перечислить средства в окружный бюджет, который также будет из-за расходов на строительство данного садика». Сегодня на объекте ведутся работы по забивке свай. Ожидается прибытие недостающего строительного материала. По словам Дмитрия Рожина, работу планируют завершить в следующем году. В свою очередь, заместитель генерального директора «Росвит Петра» по общим вопросам Андрей Ванюков заверил, средства на строительство в окружной бюджет будут перечислены компанией в максимально короткие сроки. Специфика компании заключается в том, что у нас два участника, не только российский в виде зарубежнефти, но и вьетнамский, Петровьетнам. Поэтому для нас очень важна транспарентность, в которой мы работаем. То есть все наши действия понятны, прозрачны. На это особо делают упор наши участники. Я думаю, что такой уровень взаимодействия и работы будет продолжаться и в перспективе. В прошлом году, также в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, компания «Росвит Петра» выделила более 24 миллионов рублей в школе-саду в посёлке Бугрино. На эти средства было переоборудовано здание администрации Колгуевского сельсовета, куда переехало образовательное учреждение. И насколько мы оперативно решили этот вопрос, благодаря участию в компании в прошлом году, здесь хотелось бы тоже большие слова благодарности выразить. А этот проект, он значим для региона, потому что у нас есть потребности как раз в местах в детском саду, потому что особенно от полутора до трёх лет, которые мы сейчас стараемся эту проблему решить. И участие компании, финансовое участие, и довольно оперативное участие, оно помогает эти проблемы решать. Также в 2015 году нефтяники приобрели кареты скорой помощи для Ненецкой окружной больницы. С 2009 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Ненецкого округа и «Росвит Петра», компания приняла участие в нескольких проектах на условиях софинансирования. Это строительство школы на 300 мест в посёлке Красное, детского сада Яслий на 220 мест на лесозаводе, а также строительство больницы и бани в посёлке Харивер. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал «Север». Узнать об отдыхе детей по горячей линии. Для родителей и всех заинтересованных лиц организована телефонная линия, по которой можно узнать всё о летнем отдыхе детей. Сегодня за пределами округа проводят каникулы 117 ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Дети отдыхают в Железноводске, в детском санатории имени Крупской. Туда отправились лечиться 117 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Это ребята из Наринмара, Искателей, Устькары, Харивера, Нельминоноса, Красного, Ома, Ниси, Оксина и Великовисочного. В течение всей смены с 22 июня по 12 июля группу сопровождают четверо педагогических работников из Наринмара и руководитель отделения социальной защиты населения Ольга Егорова. Все сопровождающие живут на территории оздоровительного учреждения и в оперативном режиме решают вопросы по отдыху детей. Также они помогают ребятам адаптироваться к новым условиям и сориентироваться при посещении лечебных процедур. Специально для связи с родителями отделение социальной защиты населения организована горячая линия. Для получения интересующей информации необходимо позвонить по телефону плюс семь девятьсот одиннадцать шестьсот семьдесят четыре ноль семь двадцать три. Встречают по документам. Сотрудники полиции встретили первые баржи, прибывшие в Ненецкий округ по Печоре. В рамках профилактической акции «Навигация-2016» сотрудники ОМВД по Ненецкому округу проверили у прибывших наличие соответствующих документов и сверили номера агрегатов транспортных средств. Еженедельно по прибытию грузового судна в Наринмар с транспортным и пассажирами правоохранительные органы осуществляют досмотр. В ходе проверки грузовых и легковых машин инспекторы ГИБДД проверяют наличие соответствующих документов, а также проводят сверку номеров агрегатов транспортных средств. Кроме того, стражи порядка контролируют соблюдение правил перевозки опасных крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В течение прошлой недели уже выявлено два административных правонарушения. Профилактические мероприятия продлятся до окончания навигации. Сотрудники природоохраны будут проводить рейды на внутренних водоемах округа до конца навигации. Накануне сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды вместе с полицией провели два совместных надзорных выезда на реке Печора. В результате изъято шесть плавных жаберных сетей общей длиной 565 метров. В Центре природопользования и охраны окружающей среды пояснили, что подобные рейды в ближайшие три месяца будут проводиться регулярно. Это связано с началом нереста ценных пород рыб в регионе и активизацией браконьеров. Руководство казенного учреждения напоминает, что вылов рыбы допускается на определенных рыбопромысловых участках и по разрешениям. В ходе прошедших двух рейдов был установлен факт незаконного вылова рыб, который содержит признаки состава преступления. В частности, правонарушитель поймал два экземпляра атлантического лосося, относящихся к особо ценным видам рыб. Материал предварительной проверки находится в УМВД России по Ненинскому округу. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Помимо семги, природоохрана изъяла у браконьера незаконно добытые шесть экземпляров горбуши и один экземпляр щуки. Во время надзорных мероприятий также было выявлено пять фактов вылова водных биоресурсов, которые содержат признаки состава административного правонарушения. От их сноровки зависит судьба односельчан. Сотрудники пожарной охраны из населенных пунктов округа прошли обучение. На очереди еще шесть пожарных. Пожарные из сельских населенных пунктов повышают квалификацию. Сотрудники получили новые знания по профилактике и тушению пожаров и ликвидации ЧАЭС на территориях сельских поселений. С современными формами обеспечения пожарной безопасности ознакомились четыре специалиста из Индиги, Великовисочного и Устькары. Неотъемлемые условия при приеме на противопожарную службу – обучение, которое необходимо пройти всем новичкам. Особенно это касается пожарных, работающих в условиях сельской местности. И рассчитывать приходится только на свои знания. В этом году обучение прошли четыре сотрудника отряда государственной противопожарной службы из населенных пунктов округа. При поступлении на работу, в общем, они у нас проходят обучение в поселке Красное. У нас там базовая, так называемая наша часть, часть номер два. Они проходят там обучение. По тематике, согласно учебного плана, есть у нас такой типовой план, на каждого индивидуально составляется. Они, согласно вот этого плана, проходят обучение в количестве десяти дней. Десяти дней они проходят обучение. Так, молодой сотрудник из поселка Устькарах от Анзейский Андрей проходил его на базе учебно-методического центра по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В ходе двухнедельной курсовой подготовки ему предстояло узнать специфику работы водителя на специальных пожарных автомобилях, изучить передовой опыт в сфере обеспечения пожарной безопасности и применения современных сил и средств при ликвидации возгораний. То есть мы изучали устройство, принцип действия, принцип работы пожарных автомобилей. Конкретно нам был там выделен автомобиль на базе ЗИЛ-131, ЦП-3-6-40, на котором мы, так сказать, практиковались. Основная наша задача была познать, как пользоваться пожарным автомобилем, потому что это специальная козлотехника. То есть мы работали с гидрантов, забирали воду, работали с кинообразователями. На сегодняшний день все 18 муниципальных образований округа охвачены пожарной охраной. Штат укомплектован практически полностью. В настоящее время открыта только одна вакансия – водителя пожарной машины в посёлке Усть-Кара. В ближайшее время специалист будет принят на службу. Предварительно он пройдёт медицинскую комиссию, далее его направят на стажировку в пожарную часть номер 2 в посёлке Красное. На следующий год руководство казённого учреждения планирует отправить на переподготовку ещё шестерых сотрудников. Елена Семёнычева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». К защите Родины готов! Под таким названием прошла военно-спортивная игра на лыжно-роллерной трассе спортивной школы «Старт». Участниками состязаний стали учащиеся школы, которые устроились работать на время летних каникул в чистый город. Организатором соревнований выступила администрация города Наринмара при участии Окружной Федерации Скалолазания, Землячества Арктический Казачий Округ и служащих военно-космических войск. Совсем-совсем недавно мы отметили с вами 75 лет начала Великой Отечественной войны, самой суровой войны для нашего Отечества, да и в целом, как Вторая мировая война, она задела многие страны. И, конечно же, мы смогли победить фашизм только благодаря нашему мужеству народа. В игре приняли участие три команды по шесть человек. Им предстояло пройти полосу препятствий на выносливость, смекалку и сплоченность. Ребята покоряли отвесную стену, пересекли минное поле, форсировали реку. Также юные патриотов проверили на знание истории России. Жителям Ненинского округа предлагают выбрать место для памятников Святым Петру и Февронии. Скульптурная композиция «Святые, благоверный князь Петр и княгиня Феврония, Муромские», будут установлены в Наринмаре в рамках общенациональной программы «В кругу семьи». Установка памятников началась в 2009 году по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Скульптуры появились уже в 24 российских городах. Памятник, который планируют установить в Наринмаре, представляет собой скульптурную композицию, отлитую из бронзы. Высота будущего монумента более 25 метров, вес – 1200 килограммов. Бронзовый Петр и Феврония держат в руках голубя, символизирующего мир и семейный очаг. Автор композиции – скульптор Константин Чернявский. Среди возможных вариантов мест установки памятника рассматриваются площадки на конечной остановке морского порта и в сквере молодоженов на остановке «Факел». Окончательное решение будет принято с учетом мнения жителей округа. Свои предложения с обоснованием выбора места для памятника Петру и Февронии можно оставить в срок до 4 июля на сайте Департамента образования, культуры и спорта. На этом пока все. Увидеть новости вы сможете и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды.